Роскошная задача, у которой известно много разных способов решения. Задача звучит так. Нарисовали три квадратика в ряд и провели вот так вот линию. Этот угол обозначили как и буквы. И после этого провели вот так вот линию. Этот угол обозначили другую букву. Задача найти сумму величин этих углов. 45 градусов. Ответ верен. А почему? Потому что если поделим квадрат пополам, то мы получим вот здесь 45 градусов. Но непонятно, чью сумму углов альфу и бета равна тем самым 45 градусов. Разумеется, можно решать методами старших классов. И они решаются очень легко и быстро. Соленка и биратусы это половина квадрата. Да. А где здесь половина, здесь есть квадрата. И вообще, ребята, когда складываем углы, очень желательно, чтобы у них были хотя бы общие вершины. Что-то я не вижу у альфы и бета в общей вершине. Рассказка такая. Надо дорисовать эту картинку до прямоугольника размером 2 на 3. И после этого провести вот такую линию. Догадайтесь, пожалуйста, где на картинке возник угол альфа. Там это где? Вот новая линия, самая главная линия. То есть вот здесь? Да. Молодец. А вот теперь нужно доказать, что вот этот угол 45 градусов. Почему альфа плюс бета? Вот сейчас, заметьте, они уже рядом. У них уже есть общий луч. У альфа и бета есть. И поэтому из складов уже легче. Почему альфа плюс бета это 45? По реальному равенному состоянию возьмите вторую правую луку. Почему альфа плюс бета 45? Там возникает угол 45 градусов. Потому что там где-то есть равнобедренный прямоугольник. Покажи. Молодец. Господа, посмотрите, пожалуйста. Вот этот отрезок, вот этот отрезок, он равен этому. Все понятны почему? Потому что здесь одна клеточка, здесь две. Здесь одна клеточка, здесь две. А вот этот вот угол равен этому. Все понимают? Одна-две. Одна-две. Значит, вот здесь вот 90 градусов. Здесь было 90, и мы немножко повернуем. Получилось 90. А если есть равнобедренный треугольник, у которого 90, то здесь 45, и там тоже 45.